всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал продолжая подготовку к новому году хочу поделиться с вами своим следующим этапом и если вам такие видео интересно конечно не забывайте меня поддерживать ставить лайк подписывайтесь пишите в комментариях украсили вы елку уже или нет мы вот еще нет ну а теперь давайте с вами потворим и я буду сейчас сделать новогодние сладости которые можно использовать и в качестве сладкого подарка можно использовать для украшения новогоднего стола также можно использовать в качестве дополнительных сладких таких презентов можно что-то повесить на елку также это отличный вариант для совместного времяпрепровождения с вашими детьми долгими уютными зимними вечерами я думаю что дети запомнят надолго как вы вместе творили ну и теперь давайте будем начинать покажу несколько идей сейчас все подготовлю для того чтобы было удобнее и конечно это только несколько примеров а вообще полет вашей фантазии можно сделать мне кажется абсолютно все из посыпок я решила использовать те которые у меня были дома я как раз на пасху покупала два больших набора и там решила выбрать необходимые мне цвета там есть звездочки желтые и луна и бабочки и вот голубые в общем сейчас все сортирую и опять напоминаю себе золушку но зато кстати такое занятие очень успокаивает поэтому да немножко развлекаюсь из шоколада я решила использовать темный я вообще если честно предпочитаю темные сорта шоколада молочный как-то в последнее время мне не нравится вообще но здесь конечно можно использовать любой можно даже использовать белый и буду его ломать такие небольшие кусочки для того чтобы он легче плавился растапливать буду его в микроволновке тарелку застилаю пергаментной бумагой и если не забуду покажу вам во влоге это моя самая любимая пергаментная бумага вот я пробовала много разный вот это просто восторг покупая ее уже не первый раз здесь мне нравится то что ее много по моему там 20 метров и к ней никогда ничего не прилипает не пригорает в общем не бумага а просто сказкой ну а теперь приступаю к изготовлению моих рождественских оленей обмакиваю каждый кренделек в шоколад это удобно делать при помощи вилки как раз все ненужные стекает и сразу много заготовок не делают так как шоколад ну застывает поэтому лучше делать партиями вместо носика использую красные дрожжи ммд у меня то которая без орешков внутри ну а вместо глазок использую дрожжи от красного пищевика я вам показывала это обыкновенные сахарные дрожжи и выбираю более маленькие кстати можно использовать продаются в кондитерских магазинах сразу готовые глазки но у меня не было времени туда забежать в ближайшие находится не совсем близко и решила использовать ну вот такой облегченный вариант вместо рогов использую тот же кренделек и разрезаю его на кусочки но печенье очень хрупкая ножом это делать неудобно по крайней мере у меня она ломалась в неподходящих местах поэтому я попробовала делать ножницами которые покупала для птицы и рыбы вот языки отлично все получается ну иногда конечно бывают поломки но в целом делать ими это было намного удобнее чем ножом для того чтобы рога не отвалились я вместо крепления промазываю жидким шоколадом и затем рисую зрачки на глазах опять же при помощи шоколада этих же оленей можно сделать еще дополнительные из молочного шоколада и белого и получатся такие разные но в то же время будут вместе смотреться очень очень мило можно кстати снизу приделать зубочистку и тогда вставлять для украшения например в торт либо еще куда-то будет тоже интересно и красиво для того чтобы быстрее и лучше застыла то я отправляла в холодильник следующее что буду делать это беру такие крупные маршмеллоу беру их разных цветов для того чтобы это все и красивее смотрелось ну и было интереснее окунаю одну сторону в шоколад и украшаю посыпками обмакиваю прямо вот в емкой с посыпкой и берется столько сколько надо и затем ставлю в кружку для того чтобы все это застыло а затем можно использовать и для оформления тех же кофейных уголков вот сделал себе кофе взял такую шпажку сидишь и наслаждаешься можно также использовать для декорирования чего-нибудь можно и в набор и добавлять ну в общем вариантов масса тут полет опять-таки вашей фантазии теперь приступаю к изготовлению из семейства снеговиков начиная с самого маленького для него выбираю вот такие крошечные маршмеллоу и разрисовываю шоколадом для того чтобы вставить ручки делаю прорези ножницами и вставляю кусочки соленые соломки и и для мамы выбираю маршмеллоу в форме сердечек это ведь мама и у нее должно хватить любви на всех поэтому будет у меня в форме сердец и маленький маршмеллоу использую ей для прически вот ну и опять таки разрисовываю при помощи шоколада и и да и и и и и и и и и ну а теперь займусь производством снеговика папы для его изготовления беру самые большие маршмеллоу и знаете продаются вот еще такие огромные вот был бы такой супер снеговик но обхожусь с тем что есть беру три штуки и делаю ему также волосы из жидкого шоколада украшаю опять таки шоколадом разрисовываю вместо носа вставляю драже mm dance оранжевого цвета беру опять таки которая без орешка ну и руки-ноги у него соломка теперь перехожу к изготовлению милой семейки пингвинов используя опять-таки большие маршмеллоу для удобства делаю на шпажках но можно также сделать на зубочистках либо просто без ничего в общем выбрать за вами вместо клёвой использую половинку драже mm dance оранжевого цвета и опять таки которую без арахиса внутри и вместо глаз я срезала часть драже но она твердая и распадается в общем на части на осколки на такие дальше я уже делала глаза из маленьких маршмеллоу нарезала их на кусочки вот мне понравился больше такой вариант ну и конечно же можно использовать готовые глазки которые продаются в специализированных магазинах для малышей пингвина проделываю все то же самое единственное большое маршмеллоу разрезаю напополам буду делать из половинки но по сути это будет уменьшенная копия больших пингвинов и также для клюва от ммд соберу четвертую часть и половинки от кусочков маленьких маршмеллоу для глазок ну и вот такая замечательная пингвинья семейка у меня в итоге получилось и дальше на шпажке делаю вот такого милого лосяша опять таки при помощи маршмеллоу кринделька ммд сай вместо глазок будут звездочки из шоколада я решила использовать темный и буду его ломать такие на небольшие кусочки для того чтобы он легче плавился растапливать буду его в микроволновке теперь буду делать новогодние елочки вместо стволов используя соленую соломку можно и сладкую ну вот какой найдете и ломаю выкладываю на противень застеленной антипригарным ковриком можно застелить и силиконовым и пергаментом для того чтобы затем елочки было проще отсоединить я растопила уже шоколад переложила его в кондитерский мешок и делаю елочку начиная снизу и веду к верху а Теперь украшаю елочки при помощи посыпок разных цветов ММДемса, маленьких крендельков. Здесь, конечно, полет полностью вашей фантазии. Можно сделать любые оттенки и любые украшения использовать. И просто необходимо это делать достаточно быстро, чтобы шоколад не успел застыть. И оставляю прямо на столе до полного остывания. И необходимо шоколадом покрывать ствол так, чтобы он был полностью им покрыт, для того, чтобы елочка держалась. Субтитры создавал DimaTorzok А вот такие новогодние сладости в итоге у меня получились. Вы видели, что делается все, конечно, элементарно просто. Главное, немножко терпения и фантазии. И можно сложить все в подарочные пакетики. И будут такие как бы дополнения к подарку на Новый год под елочкой и детям. Да, мне кажется, и любому взрослому будет приятно получить вот такую милоту. Можно сложить в пакетик, добавить туда маршмеллоу. И такой получится новогодний презент. Ну, а здесь у меня семья пингвинов, семья снеговиков и такие вот маршмеллоу мороженки на палочке. Если использовать такие маршмеллоу для того, чтобы в дальнейшем их раскладывать в подарочные пакетики, то можно делать без шпажки. Просто сушить вот в вертикальном состоянии. Ну, пингвины, мне кажется, милота. Вот такая семья снеговиков у меня получилась. Маленькие вообще вызывает у меня какой-то дикий восторг. Ну, а также можно использовать это для организации кофейного новогоднего уголка. Можно составить все в кружечку, поставить рядом с кофемашиной. И будут такие новогодние дополнения к кофе или чаю. Вот такие сладкие подарочки в итоге у меня получились. Можно, конечно, оформлять по-разному. Тут тоже опять-таки полет вашей фантазии. И мне кажется, что такое достаточно неплохое сладкое дополнение к основному подарку в итоге у вас получится. И, девочки, вот кто из Минска, то есть сразу готовые вот такого качества пакеты на Экспобеле. Там они продаются оптом по 50 штук, по 100 штук. У меня просто сейчас закончились. Стоят копейки, поэтому можно, ну, вот купить и распасовывать в них. Не помню точно, сколько стоит, потому что я покупала уже давно. Вот, также там продается вот сразу в рулонах такая фольга, что тоже удобно. Можно купить потом при необходимости использовать. Потому что, ну, вот во всех цветочных других магазинах все это стоит дороже. Кстати, вот такие корзиночки я тоже брала на Экспобеле. Вот, там очень много разных есть товаров, ну, вот плетеных. Но тоже покупала давно, поэтому вот цену вам сейчас не подскажу. Вот, так что имейте это в виду, там просто на рядах, где оптовые вот такие ларьки, смотрите в них. В пакетике будет удобнее распаковывать, например, снеговиков, потому что они высокие. И можно будет, знаете, вот палочка вниз или палочка кверху и завязать красиво бантом, туда маршмеллоу наложить. И это будет уже красиво и так как бы праздничное и новогоднее. Ну, а в варианте с пленкой вы видели сами, что не совсем удобно это все собирать. И также хуже просматривается, что внутри. А если бы это был пакетик, то в нем елочка была бы видна полностью. Ну, и мордашки были бы лучше видны. Так что надо ехать за пакетами. Надеюсь, что идеи сладких подарков вам понравились. Если это так, то не забывайте, конечно, меня поддерживать. Пишите, что обычно вы своим детям дарите на Новый год и сладостей. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!